В Ростов прибыл медведь Паддингтон. В автогонроге водители и пешеходы не оценили новую разметку. Здравствуйте, меня зовут Евгения Слинкина и я расскажу о самых обсуждаемых на просторах интернета донских новостях. Вот что мы успели подсмотреть в сети сегодня. В Ростов прибыл сам Паддингтон. На трассе водители зафиксировали на фото бетономешалку, на которой сидит большой плюшевый медведь. Известный медвежонок сменил профиль заядлого сладкоежки повара-кондитера на сурового бетономешальщика, пишет автор записи. Чувство юмора водители оценили в комментариях, а также сообщили, что видели мишку в западном районе Ростова. Главное, что светоотражающий жилет есть, шутят пользователи сети. Засыпающий за рулем водитель маршрутки попал на видео. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе Ростов-Таганрог. В комментариях подписчики предположили, что у АТП нехватка кадров и водитель работает без выходных. А также предложили свои варианты бодрствования. Например, поговорить с водителем или сесть за руль вместо него. Фото очередной жертвы автоворов разместили в соцсети сегодня утром. Ночью кто-то снял колеса с Рафа на Соборном в Ростове. В комментариях предложили не жалеть пострадавшего. Мол, денег на авто хватило, а на гараж нет. На что другие ответили, что гараж и даже просто место для машины в городе стоят очень дорого. Также подписчики сообщили, что секретки для колес стоят дешевле, и их уже давно надо было установить для защиты от воров. Не перестают ростовчане делиться в сети и снимками злостных парковщиков. На пересечении Пушкинской-Чехова кто-то припарковал машину прямо на пешеходном переходе. Автор сообщил, что фотографии уже направлены в ГИБДД. И предложил так поступать и другим очевидцам. Конечно, в комментариях нашлись и защитники водителя. Ведь он явно намотал 10 кругов в этом квартале в поисках места. Некоторые предложили писать в администрацию по поводу состояния дорог и наличия парковочных мест. Впечатлениями от жизни в микрорайоне Суворовском поделились ростовчане. А точнее, от дорог и пробок. Но в комментариях автора успокоили предположением, что в таком большом районе, возможно, скоро появится своя индустрия, и его жителям не придется ездить на работу в центр. С подписчицей не согласились. По мнению других комментаторов, если в Суворовском и появятся рабочие места, то это будут вакансии уборщиц, кассиров и дворников. Нашелся подписчик, который постарался открыть глаза остальным. Ведь на фото кольцо, в пробках на котором стоят не только жители Суворовского, а также северного, военведа и любителей частного сектора из Ленинована, Ленинакана и Красного Крыма. Всем на дорогах приходится не сладко, резюмирует интернет-пользователь. Таганрожцы не оценили качество новой дорожной разметки. Они уверены, что краска продержится до первого дождя, так как на зебре уже слишком много потертостей. Горожане пишут, что поредела разметка ровно через день после нанесения. Комментарии на публикацию самые разнообразные. Например, про некачественную китайскую обувь, которая стирает дорожную краску. И пешеходов, которые шаркают, не поднимая при ходьбе ноги. Нашлись и те, кто встал на защиту разметчиков. Не по своей вине им приходится работать с некачественным материалом. Граффити на заброшенной ферме под Новочеркасском разместили в одном из пабликов очевидцы. Подписчикам изображение понравилось. Как пишут в комментариях, граффити – это не всегда вандалы. Среди комментаторов нашелся и сам художник, который сообщил, что рисовал для красоты. Подборку старого Ростова разместили в социальных сетях. Автор записи назвал эту часть города другим миром. В комментариях фотооценили и сообщили, что в старинных особняках и двориках с пристройками – вся суть Донской столицы. Каждый раз можно найти что-то новое. Но, по мнению большинства пользователей, любоваться такими картинками интересно. А вот жить там не очень. Азовская участница конкурса «Мисс Россия-2019» попросила земляков о поддержке. Алина Санько вышла в финал состязания и поборется за звание самой красивой девушки страны. «Мне посчастливилось представлять мой родной город Азов. Я невообразимо рада каждому из вас и очень-очень надеюсь на вашу поддержку», – написала Азовчанка на своей страничке в соцсети. Голосование уже началось. Это все обсуждаемые в интернете новости на сегодня. Фильтруйте информацию в сети, а если заниматься этим некогда, мы все сделаем за вас по будням в 18.25 на телеканале Дон-24. Еще больше новостей на сайте don24.ru. До встречи! Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио».